Министерство обороны России заявило о захвате Гродовки, поселка на Покровском направлении, расположенного юго-восточнее Мирнограда. Украинские источники давно говорили, что Гродовка почти вся захвачена. Согласно карте Дипстейт, северные окраины поселка еще находятся под контролем вооруженных сил Украины. На Кураховском направлении российские паблики пишут о полном захвате поселка Цукурино. Украина этого не подтверждала. По версии Дипстейт, населенный пункт наполовину захвачен, наполовину находится в серой зоне. Тем временем украинские войска начали рыть новые линии обороны вокруг Покровска, также впервые их строят на дороге к Днепру. Новая линия с последнего времени проходит по границе Донецкой и Днепропетровской областей. Судя по всему, ее роют между Межевой и Славянском, пишут аналитики, в частности аналитики, следователи, военный эксперт Клемент Малин. Андрей Владимирович, ну опять же, исходя из той публичной информации, которой мы все обладаем, ситуация продолжает выглядеть достаточно сложно и непростой, потому что российская армия продолжает свои локальные наступления, ну как минимум на десяти направлениях, если не более. Продолжает отгрызать кусочек за кусочком подконтрольной украинской территории. Да, и действительно, картина, дело на фронте удручающее. Не только на Кураховском, Покровском направлении, но и под Купенском. В Торецке идут городские бои. Естественно, это все не добавляет оптимизма. Может, конечно, часть экспертов, которые рассказывают о том, что не так уже важен был угледар, дескать. Знаете, но это из такой серии виноград-зелень, как известно. А фактом остается то, что действительно начинают строить укрепы на границе Днепропетровской и Донецкой области. Вот это факт. Факт то, что, допустим, потеряв угледар, спустя пару дней противник уже в 20 километров в Золотой Ниве. Вот, вы не упомянули, еще был, по сути, потерян. Ну и, как правило, практика показывает то, что если противник уже зацепился за какой-то населенный пункт, то так или иначе, спустя некоторое время мы его теряем. Вот то же самое можно уверенно говорить и по Цукульно. Скорее всего, такая тенденция будет продолжаться. Ну и на этом фоне, естественно, знаете, как всегда, на войне наказание невиновных, награждение непричастных. Ну, в данном случае награждение вполне причастного Лысенко званием бригадного генерала, которого Марьяна без угла обвиняла в том, что он не сумел справиться с ситуацией в Очеретино. Ну и, собственно, вот эта негативная динамика, она как была, так и осталась после потери Очеретино. То есть, проблемы только умножались, как снежный ком, но, тем не менее, очередное звание этот военный получил. Несмотря на критику Марьяны без углой. Понятно, что это специфический источник, но инсайдеры, судя по всему, у Марьяны без углой довольно неплохие, поскольку положение, реальное положение дела на местах, как правило, во многих случаях того, что она говорила, оно действительно отвечало действительности. Другое дело то, что в ее статусе народного депутата, в статусе замглавы тогда комитета по обороне, превращать это в публичный пиар, это было, скажем так, не самое разумное занятие, которое шло, естественно, во вред боевому духу и демотивировало военнослужащих, и, естественно, рождало негативные настроения в среде населения. Но, тем не менее, будем говорить, как оно есть. Эта информация, как правило, ее достоверность в большинстве случаев не вызывала сомнений. Поэтому и вот это награждение на фоне потерь вызывает вопрос, а что это было? Может быть, в этом и заключается план? Бросить войска, резервы на Курскую область, и при этом потерять значительную часть Юго-Донецкой области, и оказаться на пороге того, что к зиме можем потерять, кроме Краматорско-Славянской агломерации, практически весь Донбасс. Ну, может, еще Покровск какое-то время продержится. Поэтому ход, ну и отзывы военных о положении дела на фронте, которые прямо говорят о том, что воевать некому, не добавляет оптимизма. В продолжении рассмотрения ситуации на фронтах Российско-Украинской войны также следует обратить внимание на заявление пресс-секретаря оперативно-тактической группировки Луганска, Анастасия Бабовникова, говорит о том, что российские войска зашли на восточную окраину Торецка, по ее словам, бои ведутся за каждый подъезд. Если ситуация постоянно меняется, то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наше, но мы их постоянно восстанавливаем. Речь идет о позициях, пытаемся возвращать то, что захватили оккупанты, не даем им продвинуться. И в то же время, согласно карте Дип-стейт, россияне находятся уже в центре Торецка и захватили треть города. Знаете, ну, опять же, одно дело пресс-секретарь, другое дело те люди, которые воюют с оружием в руках. Если противник уже зацепился за населенный пункт, то рано или поздно мы его теряем. Это тенденция была и в Бахмуте, и в Авдеевке, и во многих других местах. И поэтому, судя по всему, Старецк, как и перед этим, с другими населенными пунктами, судя по всему, вопрос времени, когда мы его потеряем. Естественно, факт остается фактом, положение дел на фронте набирает, то есть негативные тенденции набирают динамику. Если там весной у нас оптимисты рассуждали, сколько лет российской армии пришлось бы такими темпами ползти до Киева лет 15, вот в таком темпе, то теперь 500 квадратных километров территории, потерянных менее чем за два месяца, по-моему, вот это более чем наглядный результат положения дел. Андрей Владимирович, военный эксперт Паси Поройнен считает, что после Курского наступления Украины Россия продвигалась в Донбассе с невиданным темпом с 22 года. За последние два месяца Россия захватила около 270 квадратных миль в этом районе, что примерно в три раза превышает количество, взятое в июне и июле. На вопрос, означает ли это обвал фронта украинской армии, начинаются определенные дискуссии. В частности, американская газета New York Times пишет со ссылкой на украинских командиров, что Украина, постепенно отступая на Донбассе, истощает российскую армию и заставляет ее нести крупные потери. Британское издание Times считает, что в следующем году Украина может сформировать силы для нового масштабного наступления, пока в этом году сдерживают российские атаки. Говоря о дальнейших перспективах ведения боевых действий и беря во внимание, опять же, текущее положение дел, как может складываться ситуация, мы не говорим в перспективе полного 2025 года, но если говорить о неделях или о месяцах, о краткосрочной перспективе. Я обозначил краткосрочную перспективу. Угроза потери Донбасса, всего Донбасса, за исключением Краматорска, Славянской агломерации. Там Константиновка, Краматорск, Славянск. И Покровск, да, возможно, какое-то время еще продержится, но судя по тому, как охватывают Селидова. Селидова, судя по всему, следующее. Они предпочитают создать такую ситуацию, когда, как и из Углидара, защитникам приходится выходить по узкому коридору, неся потери, естественно. Говорить о том, что... Не приходится говорить о том, что противник не научился воевать. Он научился воевать и действует довольно грамотно. У нас же, знаете, понятно, можно как Арестович видеть проблему только в отсутствии мотивированной пехоты. Да, она есть, она присутствует. Это говорят все, кто там побывал на первой линии, когда зачастую вот этим бригадам, то есть экипажам дронов приходится держать участки фронта, поскольку пехот банально нет, некому заполнить укрепление. Это мы видели под Новогродовкой, когда противник захватил. Были укрепления, были выкопаны окопы, но там не было личного состава. Укрепления были не заполнены. Но я все-таки вижу проблему и в управлении, поскольку потеря Углидара, оно целиком и полностью на совести командования. Не видеть ту ситуацию, ту угрожающую ситуацию, которая развивалась вокруг Углидара, когда можно было вывести войска без потерь, ну, не видел только слепой. Это видели даже те люди, которые смотрели новости. Ну, военных все-таки информация куда посвешее. Но, тем не менее, меры не были приняты. И вот эта раз за разом повторяющаяся ситуация, когда противник охватывает, как это было с Авдеевкой, как это было с Очеретина, с Элидовой Углидаром, ну, она вызывает вопросы. То есть, насколько эффективно и на своем месте среднее звено. То есть, вот это оперативное командование. Поэтому, понятно, здесь вопрос не столько в технике, в количестве снарядов, опять же, в вопросе планирования и управления таких операций. И только слепой не видел того, что, допустим, с Курском задержись там, что и произошло. Курская операция начнет работать против Украины, высасывая резервы, увеличивая фронт. Ведь, ну, понятно, что некоторые народные депутаты там, которым, по-моему, они там ошиблись местно, вместо дурочки попали в Верховную Раду, которые там предлагают, а давайте там, вот, если в СССР зайдут в Беларусь, в белорусская армия там сразу сложат оружие. Ну, видно, что этот народный депутат, Дунда, по-моему, автор вот этой фрик-инициатив, периодически он удивляет. Он, по-моему, даже в школе географию не учил. Пусть посмотрит, что такое Полесье. Ограниченное количество дорог, лесисто-болотистая местность, где, ну, наступать это, гораздо легче обороняться, чем наступать. Вот. И поэтому, когда человек, ну, это с военной точки зрения, а с политической, ну, это просто, откровенно говорю, это такой подарок российской пропаганде или пропаганде Александра Героровича. Ну, за это деньги платить надо врагу. Но, тем не менее, это факт. Поэтому проблемы обычно всегда, любые трагедии, любые проблемы имеют имя, фамилию, звание и должность. Это в полной мере относится и к нынешней ситуации на фронте. Андрей Владимирович, на фоне той обстановки, того положения дел, которое складывается для вооруженных сил Украины, скажем так, негативно складывается, возникает понятное дело и по понятным причинам кадровый вопрос. Украинские СМИ, если мне память не изменяет, издание Форбс на прошлой неделе написало о том, что на серьезном уровне обсуждается вопрос отставки начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, отставки главкома и отставки министра обороны. Что вы об этом думаете? Потому что вот те слухи, которые ходят вокруг якобы отставки Кирилла Буданова, вот информационно напоминают некий подогрев, который предшествовал отставке Валерия Залужного с должности главкома. То уходят его, то не уходят, то оставляют. Чем все закончилось, мы прекрасно знаем. Валерий Федорович свой пост покинул. А что будет с Будановым, что будет с Умеровым, что будет с Сырским, и стоит ли ожидать каких-либо кадровых решений уже после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, потому что в этих материалах, в этих публикациях шла речь о том, что до 5 ноября все будут продолжать работать, никто никого не тронет. Ситуация будет заморожена. Обратите внимание, да, вот ярким маркером того, что происходит, является, допустим, вот если посмотреть ленту, которая уже вычищена на одном из не чужих офисов телеграм-каналов, когда какое-то время там пророчили вот эти отставки, а потом говорят, ну, вот, там перечисляются, говорят, журналисты, ну что, утерлись, там, то есть, ну, сначала говорят одно, а потом пишут другое. То есть, сначала пророчат, по сути, отставку, а потом говорят, что ничего, это все слухи, это все злобный навет и так далее. Но мне кажется, что все это произошло, и ситуация изменилась после визита в Соединенные Штаты. Судя по всему, партнеры настоятельно посоветовали не двигать фигурки в нынешней, столь сложной ситуации. А значит, просто вопрос откладывается. Ну, то, что, судя по всему, у Мирова за бардак неспособность обеспечить закупки и логистику, то есть, скажем так, протежирование определенных компаний, ну, если не секрет, что заметно, скажем так, перекос в сторону турецкого ВПК, а военные критикуют. Да, я очень часто хвалил Эрдогана за то, что он за 20 лет сумел обеспечить потребности турецкой армии за счет турецкого производителя с 20% то, что в 2000 году турки обеспечили потребность собственной армии до 80%, но зачастую качество в этой продукции остается ниже критики. Что есть, то есть. И вот у Буданова заметен такой перекос, ну, учитывая тесные связи и в прошлом с Турецкой республикой, ну, и 5 миллионов крымских татар, так тоже факт, живущих в Турции. Вот, поэтому вопрос его отставки это дело времени. Равно, как и Буданова, но тут разные проблемы. В Буданове, прежде всего, как и в замужном, видят потенциального политического конкурента. Тем более, конкурента куда более опасного, поскольку, обратите внимание, сколько народных депутатов гуляет с удостоверениями сотрудника военной разведки. Целый ряд народных депутатов, в прошлом народных депутатов, а это наводит на мысли о создании... Я знаю только одного, который достаточно публичный, этот народный депутат. Да, да, ну, я знаю целый ряд народных депутатов, которые получили такие удостоверения. А это наводит, естественно, наводит на подозрение о том, что Буданов формирует собственную политическую инфраструктуру, ведь доудес, даю, чтобы ты дал, то есть, тут же, правила взаимного обмена, и плюс наличие специфических формирований, таких как силы специальных операций. То есть, наши зеленые береты, это те люди, которые, ну, у нас они серые, ну, собственно, это, по сути, диверсанты, потенциальные диверсанты и партизаны. То есть, те люди, которые могут, кажется, действовать под разными флагами в разных ситуациях, обладают навыками конспирации и, опасные, потенциально опасные, чтобы, не дай бог, чего-то они не организовали. И вот, естественно, вот эту угрозу, потенциальную угрозу, возможно, она надуманная, но ее видят, естественно, ее попытаются оккупировать. Поэтому, с большой степенью вероятности, судя по тому, что происходило вокруг Буданова в сентябре, это снятие без согласования с ним его замок, отобрали спецтехноэкспорт, это предприятие, которое, ну, торгующее оружием, которое приносило реальные деньги, и большие деньги. Ведь, как известно, наркотики и оружие это то, на чем делаются сверхприбыль, то есть, это прописная истина. И друг с другом, как говорится, так все кучно пошло. Ну, раньше, в давние времена, лет так, 40-50 тому назад, когда кого-то хотели снять, еще при Советском Союзе, всегда начинали с зачистки замок, то есть, чтобы убрать опорную фигуру. Тогда уже выдавить, ну, требуемую персональ намного легче. И вот, с Будановым это происходит. Естественно, это наводит на мысль о том, что глядет в очень близкой перспективе глядет увольнение. Поэтому вот факты. И после визита в Соединенные Штаты ситуация меняется. Я подозреваю, что все-таки до пятого, да, действительно протянут. Что будет потом, будет зависеть от результатов. Результат не очевиден, выбор в Соединенных Штатах. То у нас трубили про набирающие очки Камалу, а вот последние рейтинги прогнозируют победу Трампу. Попалась и такая, как говорится, инфографика из Соединенных Штатов. То есть там 50 на 50 ситуация. И вот в этой неочевидной ситуации естественно делать какие-то резкие шаги, но это не самое разумное занятие в данной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok